В эфире доеднуется Гарри Табах, капитан 1-го ранга ВМС США, у ВИДСТАВТЦИ, с гостем мы говорим о российском. Газмин Табах, здравствуйте, спасибо, что нашли время для разговора. И первый вопрос, Ленд Лиза, это историческое решение, как оно повлияет на ход войны в Украине, и как это отразится на военно-промышленном комплексе Соединенных Штатов? Ну, это повлияет, я считаю, прекрасно, оно уже повлияло. То, что проголосовали, единственное, что президент еще не подписал его, так что Ленд Лиз и начался. Но это, как вы сказали, исторически, потому что это исторически, последний раз или единственный раз, когда-то мы это сделали, это было во Второй мировой войне, воевать против фашизма. И сейчас второй раз мы это делаем, чтобы воевать против фашизма, дать все инструменты нашим союзникам, чтобы они смогли избавиться от этой нечисти для всех нас во всем мире. Единственное, что еще это не включилось. Хочу напомнить, что Сенат проголосовал за это месяц тому назад, 6 апреля. И потом на следующий день должен был нижняя палата проголосовать представителей в Конгрессе. Но госпожа Полоси не подала эту заявку. И это отложилось на две недели, потому что Конгресс ушел в отпуск. Вот Конгресс вернулся и просидел почему-то на этом еще неделю. Но это были игры внутренние наши политические, потому что туда пытались засунуть, ну и засунули частично борьбу с мировым ковидом и открытые границы США, за что, конечно же, практически все республиканцы не хотели за это голосовать. Но и также потом все-таки проголосовали. И теперь ждем, когда президент подпишет. У президента есть 60 дней, чтобы это подписать. Ну и потом еще 60 дней он дал, чтобы организовать это. К тому времени, я боюсь, вы уже сами выиграете войну и прогоните со своей земли. Нет, я шучу. Я просто, конечно, говорю, насколько они это все затягивают и не дают этому пройти. Также, конечно же, сейчас раздумываю. Это все делается из-за политических вещей, как если вы посчитаете 60 дней, потом выдали, хотя уже бюджет выдали 33 миллиарда долларов, что солидно. Но из них только 20 миллиардов пойдет на военную поддержку Украине. Но их тоже надо уже будет использовать за 5 месяцев. То есть все это подводится к ноябрю. Вот, к сожалению, как бы героически Украина не сражалась, не показывала пример всему миру, некоторые политики этого боятся и делают все, чтобы это использовать для своих политических целей. Ну и, конечно же, госпожа Полоси приехала в Украину, но приехала исключительно только с представителями демократической партии, не взяла с собой ни одного республиканца. Опять же, они чувствуют уже, что победа за Украиной, и они хотят быть частью этой победы или даже присвоить ее себе. Но, к сожалению, Лан Лыс до сих пор сегодня еще не подписан президентом. Но месседж уже послан, конечно же, и России, и Путину, что весь мир на стороне Украины. И рано или поздно это все придет к Украине. И все это современное, модерное оружие американское просто сметет российские войска с земли Украины. Ну а скажите, пожалуйста, вот эти 60 дней, да, и вот президент Байден, он как бы, ну, я бы не хотел говорить, тянет время, да, но он пока не подписывает. Что это? Игра такая психологическая, да? Ведь на самом деле вы не ответили на вторую часть вопроса, может быть, прослушали. А что даст Ленд-Лиз для военно-промышленного комплекса США? Будет ли это таким, как бы подстегнет ли он его? Нет, это, конечно же, это, я прошу прощения, это, конечно же, повысит, это наша вся военная промышленность начнет работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это огромные деньги выделены. Эти же деньги, что выделены на Ленд-Лиз, это же пойдет не Украине, это пойдет нашему военной промышленности. Это будут люди работать, это будут люди заняты этим, поможет нашей экономике. И, конечно же, они это опять же подгоняют к ноябрю, чтобы показать, вот, мы, демократы, выиграли. Хотя первоначально сказали, что Украина падет в течение 72 часов, первоначально ничего не давали, кроме, ну, для партизанской войны, джувелины и так далее. А думаю, что Украина проиграет. Поэтому, конечно же, военный комплекс будет работать. Но я еще хочу кое-что заметить, что вот сейчас они разыгрывают тоже такую карту, и в Украине у вас это сильно поддерживает, что 10 республиканцев проголосовало против этого. Да, у нас так получается, что демократическая партия уже такая, как коммунистическая, все единогласно голосуют. А в республиканской партии идет какой-то раздор. Там кто-то за, кто-то против. Не знаю, какую причину некоторые из этих конгрессменов имели. Ну, из 211 конгрессменов-республиканцев 10 проголосовало против. В принципе, полпроцента получается. И 5% получается, которые проголосовали против. Некоторые из них проголосовали против, потому что вот как раз из-за этой военной индустрии машины, потому что их штат не получает заказы на ленд-лиз. И они говорят, нет, это не этот штат должен это делать, а мой штат. И поэтому один, и опять же, эта информация не проверена, но я слышал, что один конгрессмен-республиканский проголосовал против, потому что он считал, что ядерное оружие надо дать Украине. А это не включено в это, и он голосует против. Но в этот же день, когда мы голосовали за... Конгресс голосовал за ленд-лиз для Украины, еще было голосование для того, чтобы была пропозиция выдвинута в Конгресс, чтобы проголосовать за деньги, которые заморожены, российские деньги заморожены в Соединенных Штатах Америки. Сейчас же отдать эти деньги, разморозить их, отдать их Украине как репарации. Так вот, 4 демократических конгрессмена проголосовало против. Одна из них была Александра Кортез, это такая наша Жириновская. А по этому поводу никто ничего не говорит. Опять же, это политика. К сожалению, на вашей крови, на вашей храбрости, доблести, все равно люди, политики играют в игры свои, чтобы получить собственные амбиции, чтобы удовлетворить. Господин Табах, скажите, пожалуйста, окей, это очень интересно, изнанка всего этого решения, и это очень отрезвляющее, и это увеличивает понимание, поэтому я уже боюсь вас прерывать, но все-таки, как вы оцениваете ход войны в Украине? Вот как военный человек, да? Каковы шансы вообще переломить ход военных действий и перейти украинской армией в контрнаступление? И главный вопрос, это сейчас всех беспокоит, особенно здесь, по эту сторону океана. Решится ли Путин на ядерный удар? Да, сейчас я, если я забуду второе, вы именно напомните. Я напомню. Да. Я думаю, что Украина уже доказала. Украина уже показала, что ребята и девчонки, которые в Мариуполе, это уже они на первом месте, а спартанцы на втором месте, исторически. Это мое мнение. Я считаю, что Украина сегодня соревнуется за первое место с Израилем, как надо воевать. Ни с чем победить огромного врага и не дать ему зайти. И вы уже, я думаю, ни у кого из военных нет вопроса, что вы победители. Вы победители с теми инструментами, которые были вам даны, с той подготовкой, которая вам была дана. Все, кто мешал вам, ожидая, что вы все-таки пойдете, открыв все границы, все ворота, убрав свои посольства из Киева, повысив цены на нефть и так далее, и так далее, продолжая покупать нефть у России. И вы дали такой отпор, конечно же. Это просто теперь время, пока вы прогоните эту нечисть со своей земли. И, конечно же, как только вы получите оружие, британское, современное оружие и американское, я думаю, это долго не займет. Опять же, это время, гонка времени. Но будет ли ядерный удар? Решится ли Россия на это? И цена вашей крови, ваших жизней, пока это произойдет. Но то, что вы это совершили, это, опять же, смотря, как операции вы провели, будь то это, как вы потопили российский флагман Москва, будь то, как в Бердянске вы потопили Саратов, ну и так далее, и так далее, как вы операции проводите и сейчас, что происходит даже на территории России. Опять же, это очень-таки, мне все время напоминает, это Израиль, израильские операции. Кто-то у вас там сидит очень умный, очень трудолюбивый. Это еще большой труд делать. Насчет ядерного оружия я вам так скажу. От свиньи можно ожидать все. Вот за это его Винни-Пух веслом-то и дал Пареллу, потому что все можно ожидать, хотя Пятачок и не ожидал этого. Поэтому от них можно ожидать все. И он может включить ядерную, конечно же. Опять же, никогда нельзя недооценивать своего врага. Вы все равно воюете, и в России все равно есть ударные силы. Там ребята, которые умеют воевать, это там спецназ ГРУ и все это. Поэтому никогда нельзя недооценивать. Да, он, конечно же, я думаю, как человек с нарушенной психикой, вокруг него тоже такие же. Они могут к этому дать уход. Но на это тоже есть управа, на это тоже есть. За этим следят. Мы все это ожидаем. Мы уже понимаем. Уже не допустим. Я думаю, второй раз ошибку не допустим, когда мы скажем, ну смысла в этой войне нет. Ну да, ну собрал он этот металлолом у границы. Но это не он. Он КГБшник. Он будет давать там диверсии, будет совершать там шантажи, террористическую войну. Но вот так в лобовую на Украину он не пойдет, потому что они ему устроят кровавое винегреты, через мясорубку всех пропустят. Что так? Но никто не ожидает. Я думаю, что второй раз мы эту ошибку не допустим. Я думаю, что второй раз мы сильно, очень сильно наблюдаем все за этим. Весь мир наблюдает. Поэтому боеголовки не так просто. Это целый процесс. Это будет заметно, когда он будет начинать подготавливаться, что называется, к тактическому удару или нестратегическому удару ядерному. Там много деталей, там много движений они должны совершить. Зачем? Я уверен, мы наблюдаем. И тоже есть ответные ходы. И я думаю, что мир уже ему сказал, что такой ответный ход. Весь мир ему сказал, включая Китай, что если он использует ядерное оружие, то ответ поступит. И как еще раз сказал, и в Китае. Но это не значит, что это его может остановить или еще что-то. Его остановить могут только бравые ваши солдаты, ваши люди и мировое общество, которое скажет нет. Спасибо большое. Извините, время заканчивается нашим разговором. Это бесконечно интересно. Хочу единственное, что сказать. Ну, украинский Винни-Пух, это ваша метафора, ждет весла от Америки. Да, я хочу сказать, что если он использует что-то, то это будет химическое оружие, а не ядерное. Он сначала предпочтет химическое. Да. В любом случае, на этой ноте я надеюсь просто, что мы с вами еще поговорим в эфире. Обязательно поговорим о потенциальном применении химического оружия, которое, ту-ту-ту-ту, не дай бог, будет. Очень надеюсь, что нет. Спасибо большое за разговор. Было бесконечно приятно. Спасибо за ваше время. Иногда я в Шерцебу Харитабах, капитан первого ранга УВМС США, увидь ставьте в нашем эфире.